Дорогие друзья, на этой неделе мы с вами читаем уникальную недельную главу в АЕЦ. Яков Авину про отец, третий про отец Яков, уходит по повелению мамы и папы Ицхака Ирифки искать себе жену, находит четыре жены, у него рождаются 12 сыновей, 12 колен израилевых, и наша глава наполнена уникальными событиями. Известная лестница Якова, по которой спускались и подымались ангелы, которые символизируют народы, которые будут править над еврением в их изгнаниях, просто-просто уникальные вещи, Бог ему обещает, что я буду с тобой, я тебе дам защиту от Исава, Исава его пытается убить, родной брат хочет его убить, посылает своего сына Элефаза его убить, Лаван его захочет убить, будет его обманывать. Ужасные и тяжелейшие испытания Якова. И здесь давайте поговорим буквально две минуты про испытания. Яков Авину молится Всевышнему и говорит ему, Всевышний, дай мне одежду, чтобы у меня было что одеть, дай мне пищу, чтобы у меня было что кушать. И тогда Веаи Талила Элю Ким, тогда ты можешь быть моим Богом. Элю Ким это имя, которое обозначает качество справедливости, Бог, справедливость, Мидатадин, суд. И тогда, если ты мне дашь элементарные, минимальные, самое то, что мне необходимо, одежда и питание, тогда ты будешь моим Богом, можешь меня судить, можешь меня наказывать или награждать. Что есть имеется в виду? Ведь еврейские праведники, мы знаем из Талмуда, из нашего времени, есть очень много разных праведников, которые и без еды, и без одежды, в полной, в полнейшей нищете служили Богу. Что это за молитва такая? Яков Авину говорит, что дай мне минимум, и тогда вот ты мне будешь Элю Ким, ты будешь мне Богом. А если он тебе не даст минимум, то что? Что есть имеется в виду? Яков Авину научил нас уникальному уроку. Он сказал Всевышнему так. Если ты мне дашь минимум, который мне необходим, одежду и питание, безопасность, тогда я тебе смогу служить. Если ты мне этого не дашь, и я буду в каких-то очень кризисных ситуациях, я не могу тебе обещать, что я буду великим праведником. А как я тебе могу такое обещать? Я не знаю, как я себя поведу, если у меня будет какое-то тяжелейшее испытание. Если у меня будет все по норме, по минимуму, тогда я могу обязаться, я знаю себя, говорит Яков Авину, и я могу тебе служить на 100%. И ты мне будешь Элю Ким, пожалуйста. Но если ты мне дашь какие-то сверхиспытания, я не знаю, что я тебе могу сказать. Важнейший урок. Мы каждое утро молимся Всевышний, не давай нам испытаний. Не давай нам Лоли Денисайон. Не надо нам давать тяжелейшие испытания. Мы не знаем, как мы себя поведем. Мы просим Всевышнего, дай нам ресурсы, дай нам средства, дай нам квартиру, дай нам машину, дай нам какие-то минимальные деньги, чтобы мы могли тебе служить. Дай нам условия, чтобы мы могли тебе служить. Ведь если этих условий не будет, мы не знаем, как мы себя поведем. И в этом была молитва Якова. Он просил Всевышнего, не давай мне испытаний. Дай мне минимум, и тогда ты будешь мне Богом, а я буду твоим достойным сыном. И есть известная история. Рэву Митцанс позвал когда-то своего хасида одного и говорит, смотри, больно же там кошелек с деньгами? Вернее, он ему сказал так. Ты найдешь кошелек с деньгами, что ты будешь делать? Я пойду отдам хозяину. Он говорит, неправильно это сказал. Позвал второго хасида. Найдешь кошелек с деньгами, что ты будешь делать? Он говорит, ну не знаю, надо будет посмотреть по закону, я обязан такое отдавать. Ведь есть разные нюансы, может отдам. То есть все зависит от закона. Он говорит, ты тоже не прав. Позвал третьего. И третий сказал правильную вещь. Третий сказал, что когда я найду кошелек с деньгами, он сказал Рэбе, что с одной стороны Ецера Атов будет мне говорить, верни. С другой стороны Ецера Ра будет мне говорить, смотри, там же нету никаких признаков. А хозяин уже давно отчаился. Ты его не найдешь, возьми себе. Он сказал Рэбе, что если я найду кошелек, то я буду находиться в испытании, взять, не взять. А как я себя поведу на самом деле, кого я послушаю, Ецера Атов или Ецера Ра, я не знаю, увидим уже во время испытания. И сказал ему Рэбе, ты прав. Только во время испытания ты знаешь, что будет. И ты не можешь ничего предсказать до того, как ты попадешь в любое испытание. И это мы учим из недельной главы. И мы молимся Всевышнему. Не давай нам испытаний. Дай нам возможность и условия тебе служить. Мы не ищем испытаний. Мы не хотим нарваться на какую-то духовную гирю, которой мы не можем подняться. И я всех вас благословляю. Дай Бог, чтобы у нас были все условия для жизни. Для жизни Хаим Ле-Манха. Жизни для Всевышнего. Чтобы у нас было все хорошо. И мы могли спокойно служить Всевышнему. Спасибо огромное за внимание. Шавуа Тоб.